Завершается очередной этап реконструкции стадиона «Спартак», который позволит тамбовскому футболу выйти на совершенно новый качественный уровень. С места укладки нового газона. Павел Филатов. Абсолютно новый, натуральный газон в наши края привезли из Волгограда. Примечательно, что изначально он играл роль резервного покрытия для стадиона «Лужники» на время проведения чемпионата мира по футболу. Но почувствовать на себе игру сильнейших сборных мира ему так и не было суждено. Зато в скором времени его качество смогут оценить тамбовские футболисты. Наша основная задача – сдать поле вовремя к первому домашнему матчу первенства Фуна-Ялму. Все пока идет так, как мы планировали. Надеемся, что завтра работы, связанные непосредственно с футбольным полем, будут завершены. И останутся работы по приведению непосредственно стадиона в порядок. Последний раз замена футбольного покрытия на стадионе «Спартак» проводилась в далеких 70-х годах. И в пересчете на современные деньги обошлась почти в 2 миллиарда рублей. Сегодня все работы стоили несколько дешевле. Всего было потрачено 29 миллионов из местного бюджета. И теперь у стадиона есть искусственный полив, подогрев и самое главное – мощное освещение. Буквально через две недели вы увидите стандарты этого поля. Сейчас у нас освещение соответствует полностью требованиям Российского футбольного союза. То есть это те 1200 люкс, которые позволят нам проводить не только матчи вечерние, но еще и трансляции. На данный момент все работы подходят к завершению. В скором времени начнется подготовка к следующим этапам реконструкции. Помимо замены газона, в ближайшем будущем планируется также реконструкция трибун. Сейчас стадион вмещает до 6,5 тысяч зрителей. А после обновления игру смогут посетить до 15 тысяч человек. По словам руководства клуба, главными судьями нового покрытия станут тамбовские футболисты. Качество нового газона они смогут оценить в воскресенье 29 июля на домашней игре против футбольного клуба «Олимпиец». Павел Филатов, Андрей Ерохин, Олег Щербаков. Область новостей.